давайте посмотрим как применять баллы на реальном примере я авторизовался как тестовый пользователь и у меня есть 100 баллов также в меню если мы сейчас посмотрим с вами объявление пользователя у меня есть некое объявление которое я опубликовал некоторое время назад и мне нужно его поднять вот именно на этой странице чтобы у вас вот так же здесь появилась кнопка переместить вверх вам нужно пройти в админку диджей класса feels перейти в настройки это глобальные настройки найти чуть ниже здесь вот опции продвижения переместить вверх у меня это было выключено я включил сейчас положение да и чтобы была какая-то некая цена ниже цена продвижения то относится к этой опции а так как я решил что на моем сайте у меня будет оплата только виртуальной валютой поэтому цену я не ставлю и ниже цена продвижения именно в баллах то есть продвижение просто вверх я поставил 10 баллов как только я это все выставил нажал сохранить у меня на этой странице появилась здесь кнопка переместить вверх и подставляется цена вы это видите 10 баллов сейчас это объявление у нас находится внизу то есть если мы посмотрим на главную страницу где список объявлений видим автомобиль уже не первое объявление да а я конечно же хочу его поместить вверх и я готов за это заплатить но все мы понимаем зачем это нужно сделать да то есть объявление наверху увидят больше пользователей сайта соответственно я возвращаюсь объявление пользователя то есть я авторизовался да вот и пробуем переместить вверх меня перебрасывают на страницу информация платежа цена 10 баллов ставим галочкой что мы соглашаемся со всеми условиями сайта способ оплаты пакет баллов доступно 100 баллов у меня нажимаю купить я попадаю на развернутую страницу своего объявления и вверху у меня сообщение что оплата баллами произведена и перемещено вверх если мы с вами пройдем на страницу ваша история баллов да здесь у меня пункт меню здесь также статистика показана что минус 10 баллов оплата за продвижение переместить вверх а иди объявления да и заголовок моего объявления и дата когда я продвинул воспользовался функции поднять объявление вверх если мы с вами посмотрим на главную страницу так где мы выводили с вами модуль специальный модуль от диджей классы fields для вывода объявлений на странице то мы видим что объявление не перемещено в первую позицию я напомню мы с вами используем модуль давайте покажу еще раз состояние опубликовано то есть вот вот этот модуль объявления это у нас позиция топ-1 вы это видите зайдем внутрь вот он называется диджей класса fields items я связался специально с разработчиком и он утверждает что в данном модуле пока что эта функция не реализована любая пометка объявления выделить рамкой в общем поднять его вверх это не будет работать модули что говорит о том что это что-то действие для этого модуля то есть недействительное то есть для рабочего сайта как бы он не подходит у нас есть второй вариант вывести объявление стандартным способом через пункт меню естественно это уже будет выглядеть не так как сейчас вот вы видите я вывел здесь пункт объявления именно пункт меню то есть это работает просто с меню с обычным меню конечно здесь колонки можно выровнять выбрать сколько колонок в ряд будет и так далее но наглядно я это могу показать здесь разработчик уверяет что данную опцию внесут в обновленный модуль ближайшем времени то есть не будем печалиться то что все таки в данном модуле будет в будущем возможность именно отображение по сути самой важной опции да то есть человек платит тратит свои баллы тратить свои деньги а объявление мира не работает по сути не поднимается чтобы вы не входили в заблуждение не думали что что-то не работает здесь действительно пока что на момент 27 01 2019 пока нету такой опции ждем обновлений для этого модуля и соответственно я все-таки покажу что все это действительно работает то есть смотрите вот на странице объявлений да то есть как это я вывел еще раз для совсем новичков меню май меню вот у меня здесь объявление здесь прям видно ниже строчка диджей классы feels категории макет блога категорий то есть вот этот пункт то есть давайте внутрь зайду я тип пункта меню объявления диджей классы feels и это было выбрано макет блога категорий вот этот пункт то есть выбираем потом категория какие категории у меня стоит все категории ну и больше ничего не трогал сохранился и выводится это вот объявление да то есть просто вам показать что это работает вот смотрите прямо сейчас объявлением с автомобилем она у нас ниже до 1 у нас объявление идет набор инструментов вот давайте смотрим например я пользователь то есть я захожу мой аккаунт авторизуюсь объявления мои объявления да с автомобилем не покажу так как автомобиль принадлежит объявление не мне принадлежит а но другому автору то есть давайте вот еще раз посмотрим первое объявление значит это инструменты у меня в наличии есть инструмент вот бытовая техника скажем так вот давайте тратим баллы переместить вверх соглашаемся с условиями нажимая купить сообщение оплата баллами подтверждена то есть просто переходим на на главный мы вот не видим а в объявлениях это тоже может быть главный вы прекрасно видите что вот объявление а только что стало поверх то есть первым как и должно это работать соответственно первое которое было но смещается сразу вторым вот вы в это видите причем это может объявление быть от другого человека неважно теперь давайте затронем модули какие есть возможности у диджей класса feels так как с диджей класса feels в комплекте идут полезные модули которые мы можем вывести в любой позиции шаблона давайте посмотрим переходим расширение модули я отсортировал как не опубликованные чтобы отобразил только их то есть не включены и сразу по заголовку мы видим какие модули помечаются вот название у всех модулей видите диджей класса feels и так далее вот они все мы можем выбрать что-то что нужно именно нам но мы можем разобрать все модули в принципе как это будет выглядеть давайте вот с первым начнем диджей класса feels user points то есть очки пользователя если это нужно вывести как-то в колонку где-то на сайте переходим в этот модуль мы его включаем рассмотрим сейчас настройки диджей класса feels user points можете заголовок поменять если вы будете выводить его на сайте если не будете можно тут скрыть и про позиции то есть на главный конечно я не знаю это будет ли полезно нет ли давайте посмотрим в аккаунте вот например где-то в колонке я бы что-то вывел сбоку да скорее все позиции либо right либо left то есть слева или справа то есть позиция выбирается здесь находим шаблон джейм айкс и смотрим какие здесь есть позиции находим left давайте right колонку справа посмотрим где это сразу привязка только на указанных страницах кликаю нет чтобы сбросить галочки везде например это пускай будет мой аккаунт на странице мой аккаунт чтобы этот модуль выводился здесь ничего не делаем и какие здесь есть на строчке модуль класса суффикс это мы пропускаем показывать баллы пользователей да нет давайте пока просто как он есть сохранимся посмотрим что он дает обновляемся мы видим что вот он здесь у нас выводится вот вот посмотрите это можно вывести до в любом по сути месте на сайте диджей классы fields user points ваши баллы то есть сколько у меня баллов давайте посмотрим баллы пользователя доступную 9948 соответственно в мой аккаунт здесь тоже самое да и здесь есть ссылки пакета баллов история использования баллов то есть если где-то вам нужно вывести вот такой модуль ссылками на значит сетку баллов и история моих платежей то есть то что я расплачивался баллами минус 10 минус 10 минус 1 вы это видите то есть очень даже полезный такой модуль причем вы можете в модуле настройках выбрать что отображать да ссылка на пакеты баллов да нет отключить чтобы ссылки и не было вообще ссылка на пакет баллов пользователя да тоже enable кэш включить кэширование да нет ну здесь на ваше усмотрение если сайт быстро летает то в принципе можно ставить ну не знаю здесь на ваше усмотрение да вообще лучше поставить чтоб кэширова следующий модуль давайте рассмотрим диджей статистика stats заходим включаем также позицию вот она right columns также модуль суп из класса пропускаем давайте как всегда мы сначала смотрим его потом настраиваем но первоначально настройки как обычно только на указанных страницах нет пускай на мой аккаунт но вы уже поняли да можно вывести где хотите вот как он есть сохраняем главное мы включили также переходим мой аккаунт а ну да здесь мы сейчас с вами посмотреть его не сможем так как он видите у нашей таблицы тут не позволяет он у нас видите прям вот поверх идет давайте найдем какую страницу где это можно будет расположить например я выбрал отображать модуль на редактировать профиль если посмотрим на сайте более-менее приемлемо здесь смотрится колонка двигается и здесь вот по сути неважно сейчас просто показать что он может да и статистика значит просто выводится обычная статистика всего объявлений активное объявление то есть объявление же у нас также могут сниматься с публикации зависимости от наших настроек все на русском сколько категорий количество аукционов аукционы еще не смотрели так далее и вы здесь можете выбрать какие параметры вам необходимо выводить в данном модуле то есть во первых здесь можно писать какой-то текст до дать просто посмотрим что до и текст после где это выводится чтобы сразу понимать ниже вы видите ряд настроек и давайте потом все объявления показать и список показать показать подписи и значения показывает только значением или скрыть показывает только значение сохраняемся идем на сайт обновляемся или можно скрыть какие-то поля активное объявление добавлено сегодня давайте вот каким скроем просто оставим активное объявление все скрыл кроме активное объявление сохранить идем на сайт обновляемся и у нас показывается вот текст до если какой-то нужно прописать и текст после будет здесь активное объявление 5 штук следующий модуль давайте рассмотрим карты еще мы можем google карты вывести в модуль если это нужно естественно опуская подробности что я это вывел уже в позицию справа опубликовал и выбрал нужную страницу чтобы не повторяться и здесь что мы смотрим значит сохраняемся как есть и видим вот такую карту до изначально не настроены сразу размер большой то есть вот у нас высота ширина наверное это большая выберем 200 пикселей по ширине сохранимся пойду на сайт обновлюсь вот примерно это будет как колонка да видим что здесь лондон а где это меняется сейчас дойдем значит здесь все то же самое лимит элементов значит начальный адрес по геолокации да нет и вот он здесь адрес по умолчанию я убираю россия запятая ульянов сохранюсь пойду на сайт обновляюсь и вот у нас принципе ульянов вышло дальше все то же самое у нас тип карты это внешний вид как она будет выглядеть дорожная карта спутник гибридная карта местности все то же самое начальный масштаб до увеличить карту изначально или уменьшить ее сортировка категории наши с вами созданные категории то есть это надо смотреть будет как это будет применяться у нас принципе пока там не настроена карта нет к одной категории практически применять категории да нет типы соответственно наводим и считаем что это может значить до применять результаты поиска да нет применять адрес из объявления да нет объявление гостей управление масштабом масштабирование колесиком мыши да нет чтобы она увеличилась уменьшалась от колеса мыши поиск мест да нет давайте поставим да и страна ставим ну и специальные стили карты не трогал они здесь уже заданы сохраняемся смотрим вот у нас появился видите местоположение то есть мы можем здесь еще в этом поле вводить местоположение я так понимаю двоечка подсвечивается именно место объявления то есть по сути здесь должно быть вот так вот светиться такими точками где в этом регионе например другие пользователи разместили вот эту локацию под свои объявления по идее это должно работать так потому что здесь вот есть вывод категории показать применять категории так так далее типы так давайте рассмотрим модуль поиска изначально он выглядит так без настроек просто включенный в админке это диджей классы field search я уже включил вывел и здесь есть ряд настроек какие нам отображать во первых макет вертикально изначально как сейчас вы это видели горизонтальная и горизонтальную строку оставляем пока как есть то есть вертикальная вот так выглядит у нас да дальше просмотреть результат таблица блок давайте сразу блок смотрим визуально что это принципе дает ну по факту я пока не вижу никаких изменений категории по умолчанию все категории дальше применять категорию до фильтр категории показать спрятать показать надпись категория то есть вот нас категории можно спрятать и вообще в принципе что он работает смотрите вот бмв вожу поиск находит объявление бмв вот единственное такое объявление он находит то есть все работает сразу из коробки дальше тип выбора категории список для каждого уровня или один список оставим как есть сортировка категории сортировка названием дальше прятать пустые категории но можно спрятать чтобы не показывались они показать дополнительное поле да нет тип фильтра спрятать показать давайте посмотрим показать показывать надпись типа показать фильтр местоположения показать спрятать тип выбора местоположения список для каждого уровня или один список смотрим дальше показать надпись поиск по слову давайте показать на этом уровне давайте сохранимся смотрим что у нас изменилась появилась значит местоположение появился тип по типу из когда то есть на продажу обмен на продажу находим одно объявление которое вот у меня на продажу именно по метке по лейбл он ищет это вообще очень круто я считаю дальше местоположение россии то что вы помните мы сдавали города то есть все работает здесь в общем вы включаете здесь все параметры которые вы считаете необходимую чтобы отображались в модуле поиска геолокация спрятать показать давайте искать по в радиусе почтовый индекс а давайте посмотрим вот все что спрятано страна по умолчанию для айпи мест дальше показывать надпись диапазон давайте показать страна по умолчанию для почтового индекса так это мы не трогаем единицы измерение радиуса километра мили показать надпись радиус пока запрет поиск по слову показать подсказки поиска давайте показать источник источник автозаполнения категории регионы объявления показывает надпись поиск по слову показать цена показать показать надпись цены ну не будем нам показать тут в общем на ваше усмотрение фильтр фильтр договорная цена только с изображением, только с видео, фильтр, показать только аукционный фильтр, показать только товар с возможности покупки, фильтр по дате, давайте показать, показать надпись дата добавления, так это не будем показывать, показывать результат для совершеннолетних, это я не использую, и сбросить, показать как ссылку, показать как кнопку я выбираю, вот такой длинный модуль с большим таким списком настроек, обновимся, у нас получается достаточно такой широкий поиск, да тут надо будет наверное поработать со стилями, тут что-то у нас не влазит, а то есть вот этот по цене от и до у нас выглядит не очень хорошо, значит договорная цена, что если объявление имеет договорную цену, то есть искать только эти объявления получается любое время, значит тип, это мы с вами видели, местоположение, опишу Ульяновск, тут же подсвечивается, карта же с вами подключена, да вот Ульяновск, Россия, то есть подсвечивается именно подсказка, поиск, я сейчас проверяю как работает умный поиск по сути, я хочу написать БМВ, пишу БМ и вы сами видите, что выскакивает, вообще будет целый список объявлений, если их тут будет больше, у меня такое объявление с таким названием, только одно БМВ, вы это видели, поэтому вот оно выскакивает, и в принципе даже поиск не нажимаю, вы видите, оно его находит, то есть автоматически страница обновляется и вы видите, что объявление находится. Тот же самый кстати поиск модуля работает вот здесь, вот вы видите на демо примере то, что мы с вами еще не реализовали, здесь выводится только диапазон адрес и поиск и кнопка поиска, да, то есть смотрите, вот в демо я вам покажу, это header 1, точнее это home search, она так называется, тот же самый это модуль, только он выводится в позицию header 1, вот вы видите название DJ класса field search, то есть сейчас демо, сейчас я нахожусь на быстром старте, здесь в чем разница его отображения, да, вы заметили, смотрите, он в зеленой обводке, у нас по сути ничего такого здесь нету, все дело в модуле суффикса, то есть я вам сейчас покажу, вот я зашел, вот видите те же самые настройки, здесь ничего нет, 1 пункта меню только проставлен, здесь все зависит именно вот от этого, смотрите, модуль класс суффикс, то есть по сути это можно отсюда с быстрого старта вот всю строчку скопировать, вставить, что здесь, вот позиция header 1 выбрана, посмотреть на настройки в быстром старте, вывести только на указанных страницах, то есть это по сути на главный, и по сути все, и вот он, поиск будет на главный выглядеть вот здесь, и должен по идее выглядеть так же, как и на демо, то есть вот зеленая оправа, синяя кнопка поиска, благодаря вот этому суффикс-классу модуля, вот здесь он находится, то есть у нас по идее получается, мы можем этот же модуль, да, просто переназначить страницу, главное, проставить здесь тот же суффикс класса и поднастроить, там у нас минимальное выводится поля, ну как вы уже видели, поиск, адрес, диапазон и все, и кнопка поиска. Продолжение следует... Продолжение следует...